Вы смотрите интервью для портала Столица. Меня зовут Ольга Петрова. В Русском театре Эстонии обновились актерские составы в спектакле «Гудбай Берлин» и поэзо-тусовки с молодыми актерами «Строки нового века». И сегодня у нас в гостях актеры Русского театра Стас Колодуп и Карин Ламсон. Карин, Стас, привет! Добрый день! Рассказывайте. Стас, ты ввелся в спектакль «Гудбай Берлин». Как тебе в роли Чика? Это интересный был опыт, потому что Чик персонаж играет на гитаре, а я на гитаре не играл никогда. И пришлось учиться с нуля. И благодаря Александру Жиделеву, который давал мне уроки, как-то потихонечку научился играть именно те песни, которые есть в спектакле. А так ввод был приятный, потому что у меня хорошие партнеры, которые помогали меня вводить в этот спектакль. И он мне очень нравится, потому что он очень добрый и прекрасный. Карин, как тебе, когда вводятся новые мужчины на главной роли? Сначала один, потом еще и другой. Как тебе такой темп? Слушайте, ну это интересно, потому что, конечно, они разные. Все, и те актеры, которые играли до ребят, они приносили свою какую-то черту. Мальчики какие-то свои тоже характеристики в сам спектакль непосредственно внесли. Но это очень интересно. Просто мы еще в жизни дружим тоже с ребятами, и поэтому было как-то легко вводить их и приятно. Можешь ли ты сказать, что это теперь два разных спектакля? Тот, что был с прежним составом, и тот, что сейчас, где Стас и Михаил? Ну, безусловно, да. Ну, конечно, у нас основная линия осталась, естественно, но, конечно, это разные спектакли. Это не то, что мы выпускали на премьере. В строке нового века добавились девушки в зимний формат этой поезотусовки. Что изменилось? Атмосфера. Ну, потому что, если до этого мы играли вчетвером с мужчинами, была, скажем так, одна атмосфера. Благодаря появлению девушек она стала, мне кажется, добрее. И как-то... Вообще вот этот новый формат зимний, он прям очень позитивный. И поэтому мне он очень нравится, девчонки его прям разбавляют. И поют замечательные песни. Вот «Зима в сердце» — моя любимая песня в исполнении. Да, это очень трогательно. А почему было решено ввести еще и девчонок? Ну, потому что такой формат, который... Он может быть, скажем так, и, не знаю, можно вдвоем делать, втроем, можно с девчонками. Поэтому, опять же, мы просто все дружим, мы очень сильно сплотились вот молодой командой нашей в театре и поняли, что раз нам хорошо вместе, то мы можем делать какой-то хороший продукт и продолжаем его делать, потому что нам вместе классно. То есть те люди из труппы, которые тоже хотят войти в состав, а они должны с вами сначала подружиться? Черт, это вообще не так. На самом деле уже есть желающие, и мы с ними разговаривали, поэтому если человек приходит и говорит, знаете, я вот хочу с вами участвовать, ну, конечно, да давайте, давайте участвовать. Да, если он приходит, говорит, вот я хочу прочитать этот стих, спеть эту песню, давайте пробовать, давайте пробовать, конечно. Сейчас теперь подумаю, что я такой отбор дружбы. Сначала подружиться. Слово «зима» в названии говорит о том, что вся тематика посвящена каким-то зимним песням и стихотворениям, это верно? И да, и нет, потому что нельзя забывать, что там любовная лирика, естественно, присутствует. У нас есть артист Артем Веселовский, который отвечает за любовную лирику. Везде ее такой красной нитью протягивает. Да, 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 потому что он говорит, я не могу, я очень люблю лирические стихотворения. И, конечно, вот есть прекрасное стихотворение, оно, наверное, одно из любимых, это вот Карин читает про салат Оливье. Да. У нас есть этюды там на такую зимнюю тему, там, тему салатах и прочее. И он такой действительно... А, у нас еще есть, ладно, про спойлерю. Давай. Дед Мороз. Да. Это все, что я скажу. В общем, он есть, и он делает шоу. Будет ли продолжение? Будут ли строки нового века весна, лето и так далее? Ну, вот сейчас у нас два последних спектакля строки нового века зима. И потом, если получится, то будет дальше программа. Но дальше уже, возможно, без девушек, а, возможно, с кем-то, каким-то новым артистом. Как у кого получится подружиться со салатом. Да. Вот. А нет, должны быть, мне кажется, женские строки. Да. Вы сами должны делать. Или мы вообще с девчонками, да, объединимся и сделаем свои новые. Женские, так и будут называться, женские строки нового века. Ну, классно, что так получилось, что вот 1 апреля, год назад, мы это задевали как разовую какую-то акцию. И это переросло прям в проект какой-то. И мы сейчас еще его в Ригу повезем. Вот, ну, мы повезем мужским составом. Хотя, опять же. Почему? Спрашивается. Опять же, девочки едут с вами. А вы с нами едете? Когда это? Не знаю. В общем, в любом случае такой формат, что, Ольга, сегодня может быть так, завтра по-другому. И классно, что он живет. И спасибо, что в этот проект поверили. И мне кажется, его можно вообще играть, играть, играть. Потому что поэзии куча разная. И хочется со зрителем ее познакомить. В моменте интерактива, насколько зрители вообще активны? Насколько они готовы выходить к микрофону, читать стихи? Или у нас все стесняются? Мне кажется, у нас очень открытый и готовый идти на риски зритель. Потому что не было ни одного спектакля еще, чтобы никто не выходил. То есть у нас есть вот вставки в спектакль, когда зритель может выйти, прочитать какое-то свое стихотворение или спеть песню. И всегда кто-то выходит. Классный был момент. Приезжали ребята из Нарвы. И парень вышел и спел песню акапелло. Ему весь зал хлопал. Держали ритм. И это было впервые. В общем, до этого никто не пел. А парню было лет 18-19. Он вышел, спел, получил порцию аплодисментов. И ушел обратно, сел в зал. Ребята рассказывали, что были опасения в начале. Они боялись, что никто не выйдет. Когда приглашают зрителя, что никто не выйдет. А некоторые люди, кстати, специально. Я вот знаю, у меня есть знакомый, который приходит, чтобы прочитать то или иное. Вот по два-три раза приходит и читает, читает. И вот нравится. Что надо дарить артисту после спектакля? Раскройте секрет. Потому что многие идут на спектакль и думают, что дарить цветы, не цветы. Может быть, что-то поесть. Может быть, что-то попить. Может быть, вообще что-то иное. Девушкам чаще, наверное, цветы, да, Карин? Да, я очень люблю цветы. То есть еду не приносить? Ну, есть какой-нибудь коробочек конфет. Это еда. На колбасы. На колбасы, да. Оливье, в конце концов. Ну, кстати, да. Не зря же не считаешь тех творений. Так, Стас, что дарить мужчинам? Да цветы тоже приятны. Вообще, любой подарок, это приятно. Но вот мне недавно подарили бутылочку коньяка. Да, это приятно. Да, по-разному. И конфеты дарят, а вот на детских спектаклях мне открытки дарили. Ну, это тоже очень мило. Это очень мило. Когда еще своими руками сделано, это прям так трогательно. Какие любимые у вас проекты из тех, в которых вы сейчас задействованы? Вот из текущего репертуара русского театра. Ну, у меня строки и «Гудбай, Берлин». Потому что там Стас. Потому что там Стас, конечно. Мы дружим. Да, но еще «Мудрец». Мне очень нравится наш спектакль. Я вот не занял в спектакле «Мудрец», но он мне очень нравится. Это очень хороший спектакль. А из тех проектов, где ты занят, что бы ты выделил? «Гудбай, Берлин». «Строки». И, честно говоря, мне очень нравится «Императорский безумец». Что-то в нем есть такое, где я могу получать удовольствие. Это интересный, сложный спектакль. У вас весело на репетициях? Очень. Очень, да. Мне кажется, это залог успеха вообще. Если не весело и все не в удовольствие, то ничего не получится. А нам нравится, нам весело. И поэтому как-то и получается, что... И в результате зритель тоже видит, что нам вместе здорово. Да, и мне очень нравится, что мы всегда друг друга дополняем. То есть мы всегда как-то поддерживаем. Например, один говорит, давайте сделаем вот это, а давайте. Мы что-то, ну, какие идеи мы не отбрасываем. Мы всегда друг друга как-то слушаем и поддерживаем. Мне кажется, это очень важно. Да, у нас нет такого в зале злого дядьки-режиссера, который бы там курил трубку и говорил, нет, это все бред, что вы делаете. Наоборот, очень легко, вот мы подхватываем и качественно получается. Я не помню ни разу, чтобы мы там поругались из-за чего-то. Вообще, да. Ни разу мы не ругались. Может, надо попробовать. Даже если какую-то идею все-таки мы в итоге отметаем, это происходит как-то по-доброму. Ну, как-то это естественным путем. Мне кажется, да, все должно рождаться в любви. Мне кажется, она у нас есть. Карин, в спектакле «Goodbye Berlin» у тебя есть сцена с поцелуем. Да. Получается, сначала ты целовалась с одним, а теперь с другим. Расскажи, пожалуйста, сложно ли целоваться на сцене? Да нет. Ну, то есть, это не сложно, потому что все равно в моменте репетиции ты как бы погружаешься в свою роль, и ты не думаешь о том, что, боже, я сейчас целую Александра Жиленко. Как мне это сделать? А теперь я целую Михаила Маневича. Ну, да, и как-то это происходит само собой, что ли. Но вы немножко отворачиваетесь, да, получается, от зала? Может быть, это непроизвольно происходит, но у нас не было задачи отвернуться. Целуемся открыто, довольно-таки. Давайте пригласим всех зрителей в стены русского театра. Приходите. Да, конечно, мы приглашаем всех на спектакль «Гудба, Берлин», на спектакль «Строки нового века зима», который состоится 17 и 18 января в последний раз. Обязательно приходите. Будет очень весело, душевно и задорно. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова. И у нас в гостях были актеры русского театра Карин Ламсон и Стас Колодуб. Ребят, расскажите, насколько сильно вас раздражает, когда люди в зале начинают кашлять? Бесят. Бесит. Особенно. Но меня, кстати, бесит не тогда, когда я на сцене, а когда я в зале нахожусь и тоже смотрю спектакль. Или если рядом начинают кашлять, или еще бумажки разворачивать конфетами. Да, да. Хотя это естественно, мне кажется, кашлять, но бывает, да, такое. То есть еще и с едой приходят, получается, да? Я раз такое видел вообще, это кошмар. В общем, у женщины в сумке был телефон, но он был в пакете целлофановым. И он зазвонил, и она начала реально доставать его с целлофанового пакета. И еще сказал «Я не могу сейчас говорить, я в театре». А когда вот отвечают на звонки, вы это слышите, находясь на сцене? Или когда звонит телефон, вам же слышно это? Или вы в образе, в роли и не реагируете на это? Не, ну когда звонит, мы слышим, конечно, но мы не реагируем. Да, а что нам реагируем? Хотя бывают спектакли, когда можно отреагировать. Когда можно отреагировать, да. Но вы можете сделать замечание, что вам звонят? Ну, конечно, да. Ну, это тоже зависит от спектакля. Конечно, если там... Ну да, если формат, как опять же, на строках позволяет, со зрителем общаться, то можно что-нибудь ответить, что перескажи, что перезвонишь попозже. А бывает, что из зала вам что-нибудь кричат? «Давай!» или «нет!» или еще что-то? Ну, к сожалению, здесь это распространено. А, да? Да, да. И это мешает, да? Ну, для меня это странно. Да. Почему вдруг зрители зала начинают тебе что-то говорить? Вот есть спектакль «Обыкновенное чудо», и там, когда Нартов задает вопрос Наталье Муриной, что «Как вам?» там, после номера. То часто бывает, что кто-нибудь говорит «Нормально!» Да. То есть не надо так делать. Не надо, не надо. Так делать, не надо. Сидите в театре молча, друзья, и не ешьте конфеты, и не отвечайте на звонки.